Продолжение следует... То есть лучший игрок вообще всего турнира, всея-всея-всея. Есть лучший снайпер и лучший игрок с пистолетами. Соответственно, именно вы решаете, кто получит классный щит, лишнюю денежку на карман. Ну и, естественно, титул — это самое главное, господа. Поэтому переходите, ссылочки есть у нас в аннотациях по трансляции. Ну и, естественно, в чатике также постоянно возникает ссылка на это голосование. Более того, сайт GGBet и вам подарок приготовил, а именно промокод Origin, так как и турнир, соответственно, называется. И он дарит вам 10 долларов бонуса к вашему депозиту. Более того, посмотри, какая великолепная возможность. Тут коэффициенты на медведей-то у нас немножко взлетели. Все-таки пик дает о себе знать. Да, безусловно, потому что Virtus.Pro все-таки на трейне отыгрывают очень и очень на должном уровне. Но и Space Soldiers не сказать, что боятся этой карты. У них также неплохая статистика идет. Согласен с тобой полностью. Самые три лучшие карты. Хотим мираж. На трейне нужно побеждать. Пока у нас небольшой тайм-аут, вы не забывайте нам писать по-прежнему в Twitter. Мы замечательно там с вами общаемся. После трансляции каждый раз зайцем просматриваем и не можем нарадоваться. Безусловно, не забывайте присылать свои работы, как вы поддерживаете коллективы Space Soldiers, либо же Virtus.Pro, либо же у вас есть какие-то глобальные задумки на команду, которая вообще выиграет весь этот турнир. Ведь финал уже не за горами, соответственно, нужно расчехлять свои фотошопы, пейнты и просто отрываться по полной. Я вот на самом деле серьезно и так вот с нетерпением жду финал. Это последняя возможность, самая-самая последняя возможность для европейских команд попасть в Австралию, попасть в Сидней и поучаствовать на турнире Intel Extreme Masters. На самом деле вот уже закрытые квалификации закончились, Astralis победили в них и коллектив Virtus.Pro проиграл там в финале этой команде. То есть вот они были в шаге, они были буквально вот в одном шаге от того, чтобы туда отправиться. Но сейчас вторая попытка для команды Virtus.Pro, да на самом деле не только для них, для многих других коллективов, я уверен, и Space Soldiers туда также хотят. Ну просто Space Soldiers, они прошли-то из группы у нас, а вот Virtus.Pro изначально ждали в данной плей-офф части, когда подоспеют те самые победители четырех групп. Мы напомним вам немного сейчас вообще по системе, которая у нас проведется в данный турнир. Четыре группы изначально было, в каждой из которых было также по четыре коллектива, и там финалы шли у нас в формате Best of 5. Это, наверное, самое лучшее, что было за последний у нас месяц по Counter-Strike, потому что подобные форматы очень редки и всегда вызывают огромный интерес, потому что команды играют нестандартные карты, которые они, возможно, не хотели бы видеть. Да, друзья, Best of 5 матчик подарили нам невероятный спектр эмоций. Жалко только, там все-таки была одна карта преимущества у команд, но многим это не помешало, как, например, команда Vindigo, которая победила на Outem.com во что бы то ни стало. И, кстати говоря, по сути, у нас команда Vindigo, да и команда Space Soldiers — это единственные и последние представители групповой стадии. Все остальные команды, Авангар и коллектив, соответственно, Ага, также из этой группы уже вышли. Да, но они, к сожалению, дальше не смогли пройти. Ну что ж, Пауз снимается. Будем отправиться в игру, наконец-то. Тут еще я бы не стал заговаривать наперед, что там ребята будут снимать, пока еще только ножевые раунды у нас стартуют, господа. Но, кстати, я думаю, мы можем и ножевой для разнообразия с вами посмотреть и решить вместе с командой. Давай-ка, давай-ка, давай-ка нагоняем хайп. Это уже настоящее ножевое сражение между турецким и польским коллективом. И вот они уже начинают в какой-то паркур играть на этих вагонах. Ну, действительно, сейчас пытаются занять наиболее выгодные позиции для начала этой самой потасовки. Ну, просто роем нападают Space Soldiers и режут медведи. Хотя и те ответы очень неплохо, но вот Яли остался последним. Там уже под горячую руку Паза и Кейликс попадает, но будут выбирать комфортную сторону на пике противника. Дополнительный маленький бонус? Да, при том, что хотел бы обратить, вот там именно каждый игру сделал по фрагу, то есть вот каждый постарался. И там еще дуэль была у Ксан Тараса и у Паши Бицепса, кажется, на вагоне, потому что там как бы основная группа участвовала в замесе. И на вагонах была дуэль Паши Бицепса и Ксан Тарас, который, кстати, турецкий игрок ее выиграл. Ладно, это не принципиально, друзья, ножевой раунд мы, правда, редко можем увидеть. Ведь это такой маленький, и бонус у нас самое основное действие начнется чуть-чуть попозже. Ну, просто Спейс Олдерс теперь уже начально играют за защиту, и поскольку защита все-таки является дефолтно наиболее сильной стороной на карте Трейн, если они смогут свою экономику сохранить в более, скажем так, стабильной ситуации для себя, они могут набрать очень большое число раундов, и тем самым за атаку им придется добирать какие-то минимальные крохи. Спейс Олдерс уже показали, что по стрельбе у них все неплохо. Согласен, Virtus.pro, опять же, нужно, будучи за атаку, в таком случае эту экономику постоянно разрушать и на пистолетах. Что самое важное, убивать одного, двух, трех, желательно, и можно даже четырех игроков турецкого коллектива. Да и вообще, у нас карта Трейн все-таки является такой, знаете, представительницей карты для снайперов. Поднимаем щиты за Virtus.pro. Поставили на них? Ну что ж, будем верить. Не только щиты поднимаются уже таким образом. Ну давайте врываться на первую пистолетку, где уже есть четыре армора у команды защиты, а вот атака закупается с огромным количеством гранатов. Вот такого можно, такое можно нечасто увидеть. Neo, Михус, Nux. Сколько флешек, сколько. Еще и ХЕ-шка изожигательная. Господи, ты боже мой, точку B сейчас просто взорвут, уничтожат. И при том, что на точке B находится в контактной позиции Кейликс, у которого даже армора-то нет, ну и плюс ему будет помогать еще Мейджор с коннектором. Давай-ка взглянем. Кейликс с китами там находится. Это, кстати, здорово, что киты находятся там, где надо. Они в любом случае будут находиться рядом с Плентом. Ну если только Virtus.pro сейчас не развернутся, они не разворачиваются. Нет, они проводят раскид и встречая Кейликс эту большую гопшу. Мейджор уже забирает вашу бицепса и еще же потеряли Кейликса. Не успел он дать свой фраг. Мейджора также очень сильно накалили. Мих уйдет на контактную дистанцию и ловит от Ксантареса. Уже второй минус. Ох уж этот Ксантарес начинает зашивать. Остается только один Нео-бомба. Слава богу, установлено. План минимум выполнен. Остальное, возможно, ну, конечно, важно, но не получилось ничего страшного. Нео, кстати, еще и зажигательный по позициям паза. Подождите-ка, паз сгорит. Он, он, он сгорел на бомбу. Успел обезвредить. Какая самоотверженность. Все сделал абсолютно правильно. Ну и Virtus.pro это дать должно. Они играли этот раунд максимально вообще, скажем так, на победу. И этот молотов был закинут своевременно. Все было сделано по таймингам крайне грамотно. Ну, новый раунд. Virtus.pro в нем, конечно же, экономят. Они хотят закупаться в раунду по номерам 3. У Space Holders появляется один снайперский девайс на Келексе. Интересно, кстати, вот сегодня особенное внимание на мейджора, на паза. Как я уже говорил, The Train это карта для снайперов. Здесь очень здорово исполняется с АВП, особенно за оборону. И вот как будет играть мейджор, как будет играть паз с этими снайперскими девайсами, так, в принципе, может и карта сложиться. Ну и пока здесь начинается перестрелка на зелени. Не получилось пока кого-либо сильно накорить. А вот Паша Бицепс остался уже на 17 хп. Бедолага, и приходится убегать, менять вектор атаки. Ну что ж, Virtus.pro пытается разводить своего оппонента. Им хотелось бы определенно заработать еще 800 долларов. И для этого можно сейчас отвлечь, например, выходом с мейна. Хотя там и бомба также. Да, пятером с мейна прям побежали на Келекса. А у того все-таки скауты как-то не особо-то удобно с Q-Speed и сражаться. Конечно же, его забирают. Вот только более никого забрать пока не удается. Просто товарища не было, который бы прикрыл тебя на перезарядке. И таким образом все-таки один фраг получается сделать Virtus.pro. Паша Бицепс в сотне принимает пушащих его игроков. Но Engine неумолим в своем желании добирать спокойно себе второй раунд. Потому что уже в рамках этого третьего явно появятся калаши и гранаты. Да, и при том у Space Soldiers остается два пистолет-пулемета, что очень и очень интересно. Они их не рибают. У Virtus.pro, конечно же, будут каски. Но это не MP9. Это мейджор с MP7. Это UP45 для Engine. В общем-то, неплохие пистолет-пулеметы. Так и есть. На каких-то средних дистанциях они могут быть очень и очень опасны. Вот мы видим, что Engine как раз-таки идет на зелень работать в упоре. Ему уже здесь угрожают аж три игрока атаки, но смоки пока спасают. Ой-ой-ой, он же там за сервером. Погорел, кажется, чуть-чуть. И все-таки уходит Engine 48 хп. Как же он там, знаешь, в рубашке родился? При том, что он еще и откидывает гранаты Пашу Бицепса. Ответно на эту зелень. Тут Сантарес включает выход. Сотни, но флешка оказалась страшнее. Хорошая флешка. Убили, опять же, к Сантаресу. Что важно, по-прежнему бомба находится на зелени. Спейс Олдерс все серьезнее и серьезнее растягиваются. Самый главный плюс – это мейджор, который пропушил котлы и дает информацию своей команде, что, в принципе, никто на точку Б пока выйти даже не может. Ну, вот сейчас вроде бы перетягиваться начинает немного Virtus.pro. Но нет, остаются они на сотне и готовы ли не врываться? Да, кажется, это будет выход с ладера и с зелени. Ну, вот прожжали Engine, а вот мейджор – неожиданная позиция мейджора. Здесь просто все зарешало. Она уничтожила фронт атаки второй. Вот вам и МП-7 получил второй на контактной дистанции. Потому что битый миху, 8 кп всего лишь у него, а Спейс Олдерс на точке будет принимать перекрестным огнем. Уже минус ваша бицепса, остается один пьяли. Ох, пас работал с сотки, как качественно они на пару с мейджором. Этот раунд затащили, и у Virtus.pro первый девайс неудачный. Далее снова придется экономить. Она пока показывает повтор невероятного спрея турецких игроков. И очень важно, что Спейс Олдерс в рамках этого девайсного раунда от Virtus.pro выжили втроем. То есть у них начинают хоть какие-то финансы откладываться на будущее. Естественно, рано еще говорить о крепкой экономике. Но такими маленькими шагами она и приближается. Там, кажется, выжило 4 игрока. То есть это очень-очень хорошее. 3 игрока выжило. Ну что ж, соответственно, бомба заново проходит на зелень. И вроде бы Virtus.pro готовы повторять эту тактику. Правда, пройти нужно. Энджина одновременно двойной выпад делают. Забирают сейчас Энджина очень-очень легко. Даже вроде как не потеряли никого. Учитывая, что пистолеты, это здорово. Но в том-то и дело, что пистолеты они реализовали уже более эффективно. Окупили их. То есть на пистолеты они потратили меньше 3000. А выбили сейчас суммарно 5000 защиты. Оставляют одного снакса по-прежнему на зелени. Бомбу уже перетягивают ближе к мейну. И, вероятно, все-таки будут сейчас сжимать точку А. Но на пистолетах их, правда, будет крайне трудно. Но хотя бы добежать бы с этой самой бомбой. Вот и уже нашли Пашу Бицепса. Но тут принимает пас. Выход с ладера. Закрывают двоих вместе с тиммейтами со спины. Вроде бы открывались игроки Virtus.pro. Но второго фрага уже в рамках четвертого раунда обеспечить не смогли. Пас там рисковал. Еще бы, наверное, секунды и был бы TeamKill. Но все-таки вовремя остановился. Virtus.pro. Бомбу не поставили. Тем не менее, финансов хватает на пять Калашниковых. Как жалко, что нет АВП в атаке. Возможно, бы оно смогло что-то исправить. Но АВП появляется вот для Келикса. Потому что дороговато пока на АВП, естественно, тратится. Соответственно, увидим мы, скорее всего, только спустя пару раундов данный девайс. И тут уже entry-pop яли от Келикса. Вот и начинает работать АВП от этой обороны. Кстати, что интересно, берет именно Келикс, а не паз и мейджор. Да, в коллективе Space Holders у нас, в принципе, АВП ротируется от игрока к игроку. Но пока вот еще иксантарос на котлах в одиночку держит эту позицию, Меху не прощает перетяжку. Тут же полетели гранаты сотни. Пытаются отвлекать внимание, растягивать, растягивать, еще раз растягивать защиту Space Holders. Но те очень спокойные. Они вообще не теряются, чтобы не происходило на карте. И всегда знают, как действовать в сложившихся обстоятельствах. Ну вот с КТ перетянули игроков под точку Б. Келикс по-прежнему находится под А. И вот паз пытается в упор уже подойти к нижнему парапету. То, вероятно, бомба будет выходить именно под эту точку. Ну а Паша Бицеп скорее так вот на себя внимание отвлекать, стягивать будет. Или даже сейчас, судя по тому, что Space Holders отступили, может зайти в тыл и оппоненту. Да, это неплохое, естественно, будет от него решение. Самое главное — это тайминги, конечно. Потому что 45 секунд уже остается не так уж и много. Учитывая, что теперь придется прорывать здесь довольно сильную оборону. Интересно, а если сейчас убежать на ладер с этой бомбой и выйти под А, вот может быть, если Паша Бицепс увидит, что под точкой А как-то пусто, попытается проверить, никого не заметит, то даст такую команду своему коллективу. Ну там на коннекторе двое находятся. Они моментально, по сути, станут этими опорниками. Вот еще и на вышке, на вышке, да. И Паша Бицепс не выигрывает свою перестрелку. По итогу нет выбора. Приходится выходить на точку Б тут же Снакс. Снакса, Паза, Паза ловит. Вроде бы нашивает его, а под нефтью не читает противника. Да, Мейджора никто не видит, а Мейджора никто не знает. Сейчас ключевая позиция от этого парня. И он, как минимум, бомбу не дает поставить. Ну и дальше еще и Снакса не выпустит. Заканчивается на этом очередной раунд для Virtus.pro. Заканчивается тем, что они вновь без денег. Да, сейчас есть 3 700, 3 900. Вроде бы вы можете закупиться, но бай этот будет, ну, просто вот без гранат. Либо же брать какие-то Галилы, Мак-10 и прочее. Ну да, эти турки настоящие. Дьявол или демоны, как кому удобнее. Ну, отличная просто. Испала дьявольская игра. Мне из фейбола злого героя напоминает из первой части. Ну ладно, здесь пока вас принимать готов ладер. И будет ли какой-то десант от команды Virtus.pro. Ну, только под град флешек должны, по идее, врываться. Интересно, они все-таки закупились. И правда, мы видим, гранат не так много. Но вот экономия на Галиле, экономия на Мак-10 от Нео. И, соответственно, есть парочку флешек, пару смоков. И, кажется, это выход с плитом под точку Асладра с мейна. Да, на мусорном ящике находится бьялия. Накинет свою флешку, также закроет смоком, ну, например, ту же Зигу. Хотя здесь, конечно, планы Virtus.pro нам до конца еще известны не могут быть. Смоки лишние и минута времени уже остается на таймере. При том, что Space Soldiers не идут в какие-то аркады, не идут пушить, агрессировать. Они, наоборот, играют крайне дефолтно и спокойно. Только пас, вот, ближайшая персона на возможные киллы со стороны Virtus.pro. Ну, как я понимаю, они проверили котлы, там не проверили... Вернее, там не увидели те же прожимы от Ксантараса. И все-таки время заставляет выходить. Но пас при этом продолжает держать этот самый ладер под контролем. Он возвращается, кажется, в эту комнату. Так и есть. Зашел под флешечку. Никого не увидел. И как теперь вот заходить? Очередные гранаты какие-то. Пас попытался заивейдить. Но с маг десятого смогли с ним справиться. Атака в большинстве. И не получается погадать размены. От мейджора неплохой минус смок. Дальше он добавляет еще и последующему игроку. Мейджоров все-таки забрали на девятке. Как я понимаю, он тот до последнего играл. Сантарас уже рядом с плентом. Просто никого не прощает. И Миху также падает от снайперского попадания Келикса. Браво. Оборона от Space Holders работает. Ну, неплохая попытка, безусловно, от Virtus.pro. Сейчас мы видим, что вновь у них денег не хватает. Уже тут, видимо, будет одна снайперская винтовка и несколько пистолетов недефолтных. Я сомневаюсь, что бай в ноль. Потому что нужно все-таки уже добраться до полноценного бая, где и гранаты присутствовать будут. Ну, кстати, неплохая идея. Будет авик и сейчас, и, скорее всего, возможно, даже будет авик потом. Правда, вот Паша Бицепс. Эндри нашел. Еле-еле-еле его почти забрали. Тем не менее, жив. 13 хп. Все замечательно. Еще и ладер заняли. А вот этот раунд уже неплохой. Да, Келикс при этом еще очень близко был к ладеру, но успевает уйти, оставляя к Сантарасу играть на контактной позиции. А вот команда Virtus.pro смещается по точку Б, где только Мейджор принимать готов. Ну что ж, может быть, первым откроется Паша. Проверит позицию, например, на Зиге. Правда, Мейджор уже сместился в более закрытую точку. И сейчас замечает его оппонент. Ну и Миху ставит свой минус с Дезерт Игла. Как минимум, бомбу поставили. Соответственно, в следующем раунде Virtus.pro будет очень много финансов. Но теперь уже и не получается. Space Solders комфортно выйти на это выбивание. Подбирается Калаш Энджином. Ну, то, что будут делать дальше. Страшный авик. Страшный авик. Вот чего не хватало команде Virtus.pro. Паша Битов взял этот замечательный девайс. И вот уже просто, ну, ничего не получается. Вот Space Solders. Первое энтри. Дальше закрыл еще и перетяжку. Миху в очередной раз показывает нам, что он, ну, с какой-то невероятной скоростью переводится на голову оппонента со своего Дезерт Игла. Вот от Миху заново хочу отметить. Пистолет этот от него, он просто невероятно опасен. Ну, опять же, здесь есть вопрос, потому что Space Solders очень организованно поступили. Они не пошли на попытку какого-то выбивания, явно осознавая, какие финансы у противника, что Virtus.pro просто на пистолетах прорвались, по сути, к вам на точку B. И, по идее, у вас два девайса. Вы можете выйти под гранат. У вас их много есть. Киты можно играть до конца. Но нет, они решают отыграть комфортно. Восьмой заботятся об экономике. Ну что ж, Келикс и Мейджор два авика. А вот это уже интересно, куда отправляется у нас Мейджор. Кажется, он идет проверять котлы. Да, займет агрессивную позицию. От Келикса Энтри фраг по мейну, как я понимаю. Ну и далее Virtus.pro, проиграв снайперскую дуэль, погибает Паша. Вероятно, здесь ничего не остается, кроме как уже выходить в лововую атаку. Ну, либо еще раз кому-то взять ВП и попытаться снова поискать Энтри. Ну, просто сейчас есть большая проблема для Virtus.pro глобальная в макро плане по карте. Если они проигрывают этот восьмой, у них ресет экономики, бонуса больше нет, денег нет. И вы будете отпускать Спейс Олдерс там чуть ли не на девятку. Минус по Миху, втроем остаются игроки атаки, дают минус по Энджину. И вроде пытаются воевать на точке, а успешно. Два в три остались. Рабочая ситуация. Бьяли, бьяли, не смог выиграть Келикса. И он там чуть ли не одним выстрелом, по-моему, забрал обоих. Да, бьяли неплохо, показал себя в очередной раз, но не хватило этого. Остальные игроки не смогли так же успешно сыграть. Миху оставался на ЛОХП, брал то самое АВП от Паши Бицепса. Но также его в той снайперской дуэли обыграли. Обыграл его Келикс. Ну и что же, сейчас проблемки у Virtus.pro становится все больше и больше. Две ЦЗшки, гранаты. Да, им хватает на бай, но он уже не лучший. А дальше все будет еще и еще печальней. Поэтому нужно прямо сейчас пытаться как-то позицию Мейджора пробивать Ксантароса, забирать их девайсы, ставить бомбу, выигрывать раунды. Наконец-то решили выходить на котлы, занимать эту позицию. Правда, теперь здесь укрепление. Здесь и авик от Мейджора, здесь и на верхней позиции Ксантарос находится. Ну вот Мейджор делает его первый. Минус Ксантарос с верхнего пропета справляется. Дальше он спустился на катушку. Двое будут проходить с верхнего. Правда, сейчас остановились. И, вероятно, подумали, что перетяжка была довольно-таки серьезной. Ну, в любом случае, вы втроем против пяти игроков защиты, которые даже сильно-то и не биты, из-за исключения, наверное, Ксантароса. Мейджор со снайперской винтовкой. Ему вообще не имеет значения, сколько у него здоровья. Ваншот, ванкил. Готовится раскидка все-таки под точку Б, но бомба может стартануться на Аплэнд. Ну, давай взглянем еще 50 секунд. В принципе, достаточно времени. Да, раскид под Б, по нижнему пропету, вероятно, пойдут. Ксантарос блайнден, но сейчас он из него выйдет и будет готов принимать. Снакс, ох, его уже щелкнули с авика. Ксантарос по-прежнему не открывается. Дожидается момента их зажим. Паша Бицепс дерется против всех. Уже остается один в четыре. Бомбу даже пытается куда-то унести. Или нет, он будет на экзит-фраге работать. Ну, Паша Бицепс вроде бы с сигнатурным девайсом со снайперской винтовкой. Но вот смоки сейчас развеиваются и Энджин добирает его 8.1 Virtus.pro. Это уже не Cobblestone. Здесь нужно подключаться как можно раньше. Да, тут снова я с тобой соглашусь. А вот коэффициенты Cobblestone вывели. Просто такое чувство. Ctrl-C, Ctrl-V, как я понимаю, друзья. Ну, что же, здесь Virtus.pro... Вернее, надо Cobblestone, не Virtus.pro. Смогли взять четыре поинта за атаку. Почему бы здесь хотя бы на те же четыре, на пять не выйти? Там уже будет Virtus.pro. Там уже опять же будет решать пистолетный раунд. И здесь пока пистолетка та самая. Совсем другая, правда. Проход через Зелен с бомбой, но принимает Энджин. И вроде как вот... Ох, отбьяли. Какой минус. Получается хотя бы одного забрать Энджина. Но мы помним, у Space Soldiers там очень серьезное накопление по финансам. Они и девайсы сейвили своевременно. То есть выбить из них экономику пока очень и очень... Задачи в перспективе для Virtus.pro. Но нужно начинать прямо сейчас вот хотя бы такими минусами. Ну а сколько у них сейчас денег? 10-11, наверное, что-то такое. Пока что Падроват вышел, один Нео Паша бьется. Как его нашли в смоках? Да рандомы просто полетели от Сандаруса. Тут же пас перестреливает игрока на сотни. Остается только Миху. Недолго жить ему приказали. Ну то есть все сейчас Space Soldiers делают идеально. И знаешь, мы же с тобой комментировали тот ножевой раунд. Интересно. Мне просто интересно. А что было бы, если бы Virtus.pro победили там на ножах? Ну, как говорится, об этом история умалчивает. Мы никогда не узнаем. Да. Его не остановить. Но пытаются медведи в него упереть. Сейчас своим пятью калашами. Кучей гранат, кучей флешек. В первую очередь для того, чтобы выходить на перестрелки. Ну и Engine залетает уже на зелень. Там смоки, как-то, наверное, разделяют террористов. И нет. Даже смоков нет. Но Engine, ладно, уходит без контакта. Ну знаешь, как Space Soldiers начали, возможно, излишне себя вольготно чувствовать. Ну, он вышел, прочекал, где находится противник. Не позволил спокойно открываться. И сейчас Virtus.pro даже для того, чтобы подойти на эти мусорки, будут тратить лишние гранаты, которых и без того мало. Выпад быстрый. И остался он с фулл здоровьем. То есть ничем не поплатился. Рисковал серьезно. Ксантарос, кстати, как я понимаю, рядом с мейном находится. Тоже проверяет его. Да, он уже даже в мейне. О чем говорить? Space Soldiers начинают на карте вот в агрессию выходить. И, кстати, здесь не ошиблись. Ксантарос, конечно, жесткий энтрифрагер. Но, может, это закончится плохо. Минус от Naxx. Келикс работал замечательно. Объяли все-таки открылся зеленье успешно. Engine не успел, скажем так, заметить голову противника. Паша Бицеп тоже дает свой минус. И в целом-то остаются два игрока защиты против трех игроков Virtus.pro. Вот и забавно получилось. В тот момент, когда Space Soldiers, возможно, излишне стали себя вольготно чувствовать. Начали по карте разгрыдаться, агрессировать. Выпады делать то в мейн, то на зелень. Они отпускали по очередности позиции, из которых как раз Virtus.pro и высыпались. Многие фраги были сделаны в спину. Многие фраги были сделаны уже с замечательной позицией Virtus.pro. И вот, собственно, опять же, хрупкость экономика защиты. У них осталось буквально по тысяче долларов после этого дорогого бая. И сейчас Virtus.pro сами могут вывести на рейс от экономики защиту. Ну, давай взглянем, как удастся Virtus.pro разыграть этот 12-й раунд. Очень важно сейчас побеждать, чтобы и третий, и четвертый бы удалось захватить. Правда, мейджер проходит на котлы. И сейчас, кажется, встречает оппонента с ножом. Вот дальше остановился уже тиммейт Иванео. Миху погиб. И мейджер уходит под точку B1. Здесь опорник. И, опять же, как же он нагло сыграл. Просто он-то там один, но об этом, естественно, не в курсе Virtus.pro. Им нужно собрать информацию какую-то. Мейджер же меняет свою позицию. Два игрока Virtus.pro находятся на зелени. Там их удерживает Энджин. Ну что ж, может быть, опять же, пройти Энджина как-то удастся успешно. Рядом с ладером также паз находится. АВП от Келикса просто стоит, как знаешь, на вагоне, как на вышке. Ох, мейджер зашел проверить. И даже дал одну голову по Нео. Даже в этой ситуации, где один в два оставался. А тут флешка от Энджина и... Просто спрей не полетел в упор в голову. Так вот, роем вокруг ушек по ошибиться. Очертил. Очертил. Ну что ж, тем не менее. Тем не менее, ситуация в Virtus.pro лучше не становится. Здесь еще трое контртеррористов. Вот паз в мейне, кстати. Может сейчас эту перетяжку даже как-то отрезать. Нет, паз не стал так глубоко проходить. Выход будет под точку B. Вероятно, там принимает Ксантарас. Ксантарас еще жив. И Ксантарас даже ничьей кровушки не пил. Как-то это странно. Ну, Ксантарас сейчас дождется, вполне возможно, Снакса. Он его уже чувствует. Идет за ним. Ну и вроде бы у Снакса там есть поддержка в виде паша бицепса. Ну, а у Ксантараса есть поддержка в виде Келикса и его АВП. Мне кажется, здесь молчать не собирается. Снакса пропустил. А дальше вот паза не... Пашу бицепса ни за что. И теперь, внимание, деньги команды Virtus.pro на этом уже 13-м. Я, если честно, боюсь туда смотреться. Ух, ух, смотри, какой повтор был. Да, здесь, правда, очертил эту самую голову. Ну, не залетела пулька. Одна самая важная. Соответственно, здесь победа также для спейсов. В Virtus.pro, как ты и сказал, эко денег мало. Спейс Олдерс все еще остается на крепкой экономике. У нас уже 13-й раунд первой половины. Как быстро проходит этот Детрейн. И, честно говоря, он также быстро может закончиться. Да и быстро вообще играется. Это бест оф три тут же. Вроде бы забрали к Сантарасу. Пас подключается. Есть минус по игроку, который открывался с ладера. И закрытие этого быстрого пистолетного от Virtus.pro. Да, Ксантарас танковал. Пас дамажил. Знаешь, получилось прям как в какой-то другой игре. Ну, а Нео и Паша бит в боевку. Кстати, дети остались. Какие-то, может, украшают дефраги. Нет, Пас говорит, нет, не сегодня квадрокилл. Просто, да, мы всегда говорим и будем продолжать говорить, что на трейне за чьей-то доминирующая сторона. Но когда это ваш пик, все-таки предполагается, что в атаке у вас есть какие-то заготовки, чем вы удивите противника. Именно Virtus.pro выбрали трейн, и пока за атаку, только за атаку, выглядят они неуверенно. Здесь, опять же, во многом проблема в том, что у Space Holders всегда всего в достатке. Гранат, АВП, ни на чем не экономят. У них всегда много денег, они победили на пистолетном раунде, и они едут просто вот как тот самый поезд. Ничего им не удается противопоставить. Здесь пока мейджер, кстати, смотри, вроде бы даже Калашниковы, да, но принимается это все так же легко, как будто там пистолеты. В том-то и дело, что они не успевают реализовать ресурс, в который вложились финансами. Купили Калаши, но они лежат вот хладным грузом на земле буквально на первых же секундах раунда. Ладно, Снакс проходит дальше. На девятке находится Энжин, слева немного Келикс. Ну и вот, опять же, Энжин на девятке оказывается эффективнее. У Нео Паши Рицепса на пару только один молотов. И понимаешь, что без гранат вот так вот выходить на пустую точку, как бы, смертельно. Просто бомба не поставлена, денег нет. Опять играть на пистолетах, отдавать вполне возможно тринадцатый. И на второй половине пистолетка становится не просто важной для Virtus.pro, она становится уже единственной возможностью не пустить противника на эту экономическую лестницу из трех недостающих. Нужно брать вот этот раунд. Нужно сейчас Virtus.pro побеждать на пятнадцатом. И тогда это даст и моральное какое-то преимущество. Оп, что это было? Пас, по-моему, не ожидал такой наглости. Но при этом успел по-новому выстрелить. Да, ножки ему почти катал. У того, что есть 74 хп, непринципиально. Раскид у Virtus.pro есть. Вероятно, с плитом они собираются выходить под точку А. Друзья, ну что ж, нужно брать этот раунд. И тогда, возможно, все будет совсем по-другому. Ну, в плане той же самой морали поддерживайте коллектив Virtus.pro. Но, друзья, им нужна ваша сейчас энергия. Под флешку пытались вылететь. Правда, сами ослепли. Ну и по-прежнему удерживают. Удерживают. Спейс-Олдер спокойно в позиции. Тут же пас встречает первого десантирующего. Всю обойму всадил. Но сейчас уже поймали его на дистаймингах. Тут же, Миха, в калаше была подстава. Отсутствие патронов. Да. Делай ставки на GGBet. Лучшие кибердисциплины. Пополняй популярными платежными методами. Крутые мини-игры. Круглосуточная поддержка по любым обращениям игроку. Регистрируйся уже сейчас. GGBet. Лучшие ставки на киберспорт. Молчание. Вот, мне кажется, это единственное, что может быть после этой карты. Мы улыбаемся, но тут по-другому воспринимать, что происходит, очень и очень тяжело. Но Virtus.pro просто не могут войти в свою колею абсолютно никак. Это игра CSGO. Здесь побеждает сильнейший. Здесь побеждает сильнейший коллектив. Друзья, это полуфинал турнира GG Origin. И в финале будет только самый лучший коллектив. Ну, просто сейчас Space Soldiers замотивированы. Такое чувство настолько мощно, чтобы прорваться в этот финал. Насколько это вообще возможно. Они продохнуть не дают даже оппоненту. Но сейчас у Virtus.pro в защите есть ЦЗшка у Паши Бицепса. И Хаешечка также на руках. При том, что он играет по точке Б, куда и будут выходить Space Soldiers. Броника у него нет. Вот это плохая новость. Как бы его ЦЗшечка здесь не была. Слишком рано похоронена. В итоге на его Хаешку закинул. Какая же она там мощная! Господи, сколько урона от Хаешечки! Вторая! Добивает Энжина! Какие две Хаешки замечательные! И Чешка работает под Пашей Бицепс. Уже тройное убийство. При том, из них только два фрага были дали. Именно с ЦЗ, Мейджор и Келикс остаются вдвоем. Бумбу поставить удается Келиксу. Да, успел успел все-таки на последних секундах. Но здесь его убьют. Space Soldiers не смогли взять себе пистолетку. То есть Мейджор здесь, конечно же, не удержит этот плент. Он даже не пытается. Вот это было круто! Я надеюсь, у нас есть повтор этой Хаешки. Потому что, ну, это на миллион Хаешка была. Она там снесла здоровье, наверное, единиц под 300. 250, да, что-то такое. То есть каждому игроку отняло половину ХП. Половину. Кому-то чуть больше, кому-то 60, кому-то 40. Но половину. Да. Это Хаешка, действительно, которая может вернуть Virtus.pro в данное противостояние. Тем более, вот сейчас мы видим, у Neo появляется уже скаут. Все остальные сразу закупаются серьезными девайсами. И вот тот самый повтор. Там ведь и вторая была накинута от Паши Бицепс. У него была Чешка и Хе, и от Neo пистолет и Хе. И, соответственно, первая залетела прямо под ноги. И вторая залетела левее. Ну что ж, замечательно. Virtus.pro дарят нам сейчас невероятные эмоции. И, возможно, даже шанс на победу на Детрейне. Энжина просадили. Пока у нас голые пистолеты. Также выход ураганы под точку Б. Поставить бомбу хотят, вероятно. Ну и Паша Бицепс на такой дистанции сможет ли зашить всех. А пока полетели очередные там гранатки какие-то. Но даже фрага сделать Спейс Олдерс не могут. В ответ бомбу ставят. Второй раз подряд. А вот это очень круто для них. Это замечательно для команды Спейс Олдерс. Паша старался. Паша невероятно хорошо там зажимал, настреливал. Уанта помидовал по головам и дал даже 4 минуса. Но пропустил все-таки пятого. Вы понимаете, за всеми пятерым... Пятерым... Короче, за всеми пятью турками следить довольно-таки трудно. Да, турки они такие. Ну и сейчас будут они играть с калашами, с кучей гранат. Мы видим, что Ксантарас закупился и калашом, и там 4 гранаты сверху. Да, все повторяют то же самое. Вот вопрос, что купит Пас. Пас также решил не отставать от коллектива. Не часто мы такой бай видим на третьем раунде половины. Это вообще замечательно. Притом они даже, по сути говоря, по девайсам немного обгоняют. Ну, по раскиду примерно ситуация равная. Есть киты на двух игроках в Яли и Снекс. Двое на зелень снова, и еще и котлы проверяют. И вот из мейна делает свой Энтри Ксантарас. Друзья, как часто Ксантарас делает Энтри? Это вопрос, на который стоит ответить нам в твиттер, по всей видимости. Яли здесь же уже просил по здоровью, но хотя бы сравнялись по живой силе в рамках этого 18-го раунда. Сладра уже давит. Сладра давит. Ах, как жалко, что Снекс проходил проверять в этот момент мейн. Притом, посмотри, где бомба лежит. На самом деле, бомбу могут и забыть. А вот Миху проверит ли, прочувствует ли, продумает ли. Ну, смаки есть и, соответственно, спокойно проходит уже в плент. А вот мейджор здесь явно не ожидает. Он убивает Бьяли и тут же с коннектора по нему начинает стрелять. Сам себя сейчас запугал, по-моему, игрок. Но Нео уже второй фраг со скаута. Но тут Энджин. Миху, к сожалению, пропустил зелень здесь. Да, он не мог догадываться об оппоненте. Но, по сути говоря, выпустил оппонента в тылы. Сейчас у Миху задача все исправить. Один против двоих. Флешку накинули, Энджин убежал. Хотя мог бы даже, кстати, и фраг там дать. Но Миху сейчас все понимает. Уходит по точку Б. Один в два. Тащи Миху. Но нет. Миху не смог затопить Зврей. И, соответственно, Space Soldiers выходит на четырнадцатый. Это, друзья, найс. Вот на самом деле. Это довольно тонко. Ну, ладно. Сейчас борьба уже за выход на матчпоинт для команды Space Soldiers. А, Virtus.pro. Все тяжелее и тяжелее. У них теперь уже нет права на ошибку. Иначе только допы будут им светить на трейне. Последний байдалич, что не будет денег. Туда допу будет еще и трудно тащить. Флешка под Миху великолепно врывался. Он стоял рядом с сервером. То есть очень и очень рискованно. Конечно же, одной флешкой здесь похоронить его было довольно-таки легко. В ладере находится Бьялик. Кстати, тоже ключевая позиция. Вероятно, Space Soldiers сейчас с плитом будут занимать точку B. Открывается Паша Бицепс, ВП на зелень. Кстати, сейчас он там дуэль с Мейджором может получить. А Мейджор просто додавил его. Ну и три игрока защиты остаются в попытках остановить этот ураган Space Soldiers. Есть минус по пазу. Но после этого мстят. Просто вдавливают в эти рельсы сейчас медведей. Ну что же за штоки турки? Как я уже и сказал, самые сильные коллективы пройдут у нас в этот финал. Турниры Gigi Origin и в Сидней поедут также самые сильные коллективы. Кстати, еще у нас не сыгран даже второй полуфинал, друзья. Так что на эту трансляцию подпишитесь. Приходите. На следующий матч у нас будет коллектив Виндиго. У нас будут коллективы Героек в четвертьфинале. И у нас еще сыграют обязательно Hellraiser. Да, уже завтра у нас будет очередное Best of 3. Поэтому мы даже, скажем так, не успеем соскучиться друг по другу. Вполне возможно. Сейчас же выход с пистолетами от Virtus.pro. Попытка остановить все это богатство. Snux, возможно, зайдет в мейн. Кстати, тут Xantaras. И они довольно-таки близко находятся. Snux, кажется, в мейн все-таки заходит. И Xantaras. Но кто же первый не выдержит? Тяжело. Тяжело, конечно же, здесь удерживать спокойствие. Вот такой хладный расклад ума для Virtus.pro. Потому что хочется сделать выпад. Хочется сразу же дать себе надежду, что мы еще поборемся. Snux убивает мейджор. В меньшинстве игроки защиты. И по-прежнему они не нашли какого-то контакта. Пас, но это несущественно. Да, на зелени также дается миху в очередной раз. Размен объяли. Но, тем не менее, заканчиваются все игроки команды Virtus.pro. Последний Neo. И тот приходит в зиге. Келикс сгорел, что ли? Ох, Келикс сам от себя сгорел, как я понимаю. Ну, а Neo один против троих не справляется. Друзья, 16-4. Мы поздравляем коллектив Space Holders. Это первый финалист турнира G.G.Origin. 16-4 на Cobblestone, 16-4 на Trane. Есть в этом некая тенденция. Если честно, второму финалисту, кто бы он ни был, должно быть страшно уже сейчас. Ну и господа, естественно так. Что у нас тут? На. Забайтить нас решили. Есть у нас тут вот парочка вот таких серьезнейших щитов. Соответственно, друзья, именно эти щиты получат игроки, за которых вы голосуете в рамках выбора лучшего игрока турнира. Лучшего снайпера и лучшего, естественно, игрока с пистолетами. Переходите по ссылочкам у нас в аннотациях по трансляции и помимо титула получат вот такой щит, который можно на стеночку повесить, да и просто себе с наградами всеми поставить. Да, друзья, я думаю, замечательная возможность отблагодарить за хорошую игру хороших игроков. Ну что же, а мы с вами будем прощаться. Притом ненадолго, как я понимаю, у нас еще планируется один матч на сегодня. Да, друзья, чтобы ничего не пропустить, подписывайтесь на наши социальные сети, естественно, переходите в группу ВКонтакте и также в первую очередь на Твиттер, где все анонсы мы публикуем для вас каждый день. Поэтому студия Кинг Компани с вами не прощается. Много хорошего Counter-Strike впереди. Увидимся совсем скоро. Продолжение следует...